Не допустить резких скачков цены на газ поручил на заседании правительства премьер-министр Серик Ахметов. Сегодня кабинет министров рассмотрел поправки в принципы формирования оптовой цены на газ в регионах. С подробностями из Астаны Бибигуль Саржанова. Как сообщил министр нефти и газа Узахпай Карабарин, теперь для каждого региона будет внедряться дифференцированная цена на закуп газа. По его словам, для каждой области будет использоваться отдельный подход в определении оптовой цены с учетом социальных аспектов, наличия или отсутствия ресурсов газа и текущих цен. Сегодня в каждой области есть много поставщиков газа, которые продают по своим оптовым ценам. И для этого, сегодня, значит, этот механизм позволяет все это объединить и создать единую цену для каждой области. Таким образом, для разных областей она разная и практически она на сегодняшний день сохраняется в целом такой, как есть. Еще в декабре прошлого года Межведомственной комиссией по развитию нефтегазовой отрасли было принято решение о сохранении до 1 мая 2014 года существующих цен на газ на уровне 2013 года. Сегодня Серик Ахмедов еще раз поручил Министерству нефти и газа Арему и Акимам не допускать резких скачков цен на газ для населения. Резких скачков цен для населения не будет. Об этом заявил и председатель Аремы, об этом говорят те цифры, которые у нас есть. На сегодня запас газа в республике составляет 7 триллионов кубометров. Из них 75% принадлежит месторождениям Корчаганак, Кашаган и Тенгиз. Но, несмотря на такие запасы, министерство прогнозирует в 2024 году дефицит газа. Причиной, по данным главы ведомства, является то, что 90% добываемого газа в Казахстане – это попутный газ. При этом порядка 30% газа закачивается обратно в пласт для поддержания пластового давления. Как будет закрываться дефицит газа, министр пояснил. Разрабатывается генеральный план газификации, разрабатывается концепция развития газовой отрасли. И там мы должны ставить приоритеты, какие регионы, которые, естественно, ближе находятся к источнику газа, наверное, будут в первую очередь продолжать газифицирование. А те, которые находятся в регионах, где нет собственного ресурса газа, тогда рассчитывать на транспорт и доставку газа из газовых регионов. Кроме того, Захбай Карабальна рассказал о проблемах на месторождении Корчаган, где с сентября прошлого года была приостановлена добыча нефти из-за утечки газа. Но когда все-таки возобновится добыча на Корчагане, министр не сказал. Большая часть проблем, основная часть, находится в зоне около свара. Причины, почему это происходит, сейчас сказать трудно, потому что нет окончательного, у нас на руках окончательного решения. Бибигуль Саржанова, Ганинзатоспанов, телеканал ТДК-42 из Астаны.